Вера Попова Вера Попова Вера Попова Вера Попова Вера Попова А какая основная цель проведения вот такого семейного фестиваля? Знаете, когда такая идея появилась у меня, я подумала о том, что на самом деле очень много фестивалей личностного роста, люди стараются развиваться. Но так мало фестивалей, на которые можно приехать всей семьей, где и дети, и взрослые могут быть в одном поле и быть в одном русле. Поэтому это соединить семью и возрождать семейные традиции. Помимо различных игр, квестов для детей, для взрослых, также будут проводиться что-то вроде семинаров с семейными психологами. Расскажите, почему и насколько важно правильно воспитывать также и родителей? Это на самом деле очень важно, колоссально. Я все-таки даже артропевт, я работаю с людьми, я понимаю ценность данного мероприятия. Потому что, к сожалению, в наших семьях нет культуральных традиций, которые бы из поколения в поколение передавались какие-то знания, как быть женой или мамой, как быть мужчиной или мужем, какие функции нужно выполнять, как быть на своем месте, как создать счастливую семью и на чем базируются эти замечательные взаимоотношения. Поэтому на сегодняшний день эти мастер-классы просто, мне кажется, необходимы, потому что вот в нашей культуре отсутствует такая некая действительно традиция передачи знаний. Поэтому мы приглашаем специалистов для того, чтобы они могли дать людям чуть больше, чем у них есть на сегодняшний день, ведь потом они могут передать это своим деткам. Скажите, эти семинары будут отдельно для мам, отдельно для пап? Есть ли какая-то специфика или это для родителей в общем? Мы настолько сделали интересную программу, что у нас могут посещать отдельные семинары мужчины, отдельные женские есть семинары, и есть семинары, в которых участвуют пары. Например, как парная йога, это возможность почувствовать партнера и научиться доверять друг другу. Не боитесь ли вы, что к вам не поедут семьи, которые считают себя благополучными, которые считают, что им, допустим, психолог не нужен? Вы знаете, не боюсь, потому что, не потому что у нас нет таких семей, а потому что мы даем возможность не приехать к нам для того, чтобы полечиться, грубо говоря, а для того, чтобы развиваться вместе. Это больше не про то, чтобы какие-то проблемы у вас приходить к нам, мы их решим, а для того, чтобы давайте попробуем вместе сделать мир лучше. Кстати, как вот мужчины, на ваш взгляд, будут реагировать на предложение пойти к психологу? Обычно довольно скептически. Ну, мы не называем это психологической поддержкой, мы больше называем это развитием совместным. Я вам хочу сказать, что мужчины, которые сейчас хотят расти и расти в социальном статусе, с вами зарабатывать больше, делать для своей семьи больше каких-то важных вещей, они с удовольствием идут на тренинги, с удовольствием ездят на фестивали. Это очень радует, потому что мы создаем фестиваль уже в четвертый раз, и мужчин у нас на фестивале все больше и больше и больше. То есть есть, в принципе, определенная статистика, которая подтверждает интерес. Да, да. Им интересно, что у них в семье можно о чем-то поговорить вместе, быть в одном русле. И они это очень ценят, поэтому они обязательно едут. Скажите, я так понимаю, что не только одесситы приезжают на фестиваль? Нет, конечно. Мы ждем, на самом деле, со всех уголков Украины сейчас людей, потому что в прошлом году нас посетил 21 город Украины. И такая наша гордость, потому что люди были вообще из разных уголков. В этом году к нам едут и также друзья из ближнего зарубежья для того, чтобы посетить наш фестиваль. Немаловажный вопрос. Насколько по карману сейчас участие в фестивале? Я думаю, что возможность посетить наш фестиваль, она абсолютно реальна. Кроме того, мы очень много билетов раздаем людям, которые просто не могут себе финансово позволить. И мне кажется, что такая некая благотворительная часть, она очень важна, потому что действительно, если мы будем рассчитывать только на тех людей, которые могут заплатить, мы не сможем тогда сделать какую-то важную вещь просто для людей, которые находятся вокруг нас. Сколько гостей планируете принять и можно ли еще каким-то образом попасть на фестиваль? На фестиваль можно еще попасть. Можно зарегистрироваться, прозвонить на наши телефоны на сайте istokifest.com или забить в гугле просто istokifest.com, первый сайт, который выпадет, это будет наш сайт. В этом году мы планируем около 200 участников, чуть меньше, чем в прошлом, но я думаю, что нам будет очень хорошо. Это четвертый фестиваль. Чем этот фестиваль отличается от своих предшественников? Свои темы. Мы говорим в этом году, этим летом, об изобилии мира. Об изобилии во всех параметрах, об изобилии в отношениях, об изобилии в финансовом плане, об изобилии в здоровье, и в жизни гармонично и в целом вообще. То есть у каждого фестиваля каждый год была своя тематика. А есть какая-то по наблюдениям, может быть, не статистика, что больше интересует женщин в семейных отношениях, а что больше увлекает мужчин? Знаете, когда смотришь на это изнутри, мне кажется, что рушатся все шаблоны. Женщинам интересно, как быть привлекательной всегда, я думаю, что во все времена это было, но также ей интересно, как построить гармоничное взаимоотношение со своими детьми. Это для нее всегда очень важно. Поэтому у нас есть и стилисты, у нас есть и специалисты по питанию, у нас есть и психологи, которые говорят о взаимоотношениях. Мужчинам интересно, как зарабатывать деньги и как выстраивать гармоничное взаимоотношение со своей женщиной. Вот, наверное, два таких очень важных момента. Скажите, как выглядят общие совместные мастер-классы, арт-терапия, посещение психологов всей семьей? Что это такое? Как это выглядит? Есть время для мастер-класса, например, с двух до четырех, и люди приходят, у них есть определенная территория или площадка. В данном случае у нас это площадки крытые, защищенные от солнца, и они работают там, тренер дает тематику, они говорят об этом, обсуждают это. Ежели это арт-терапия, то они там рисуют и обсуждают рисунки, говорят о том, что это для них, и важное выносят для себя что-то ценное, что они могут привнести в свою жизнь. Для нас это обязательное правило. Тренера дают 80% практики. Человек должен выйти с мастер-класса с чем-то, что он может применить в своей жизни. То есть, в принципе, получается, что все вместе семьи, да? Или можно как-то индивидуально, отдельно с семьей, допустим, провести время там с психологом или арт-терапевтом? Ну, формат у нас такой, что у нас есть несколько линеек, несколько мастер-классов, которые идут параллельно. И у вас нет обязаловки прийти только к этому тренеру. Вы можете выбрать любого другого, который вам приглянулся. Также 4 дня тренера живут на базе вместе с участниками. Они могут общаться, взаимодействовать, спрашивать, консультироваться. И это абсолютно окей. Все факультативно, то есть никакого обязательного посещения чего-то нет? Прежде всего, это забота и безопасность. Мне кажется, что в этом формате максимальное количество изменений будет происходить. Ну, очень такой практический бытовой вопрос, как будут обстоять дела с питанием? Там будут кормить на базе отдыха, либо нужно везти с собой продукты? Не нужно. У нас чудесная база отдыха. Нас кормят, ну, просто до отвала. Очень вкусно и очень много, поэтому с этим все хорошо. Ну что ж, спасибо огромное. Я напоминаю, что у нас в гостях была Вера Попова, организатор первого в Украине семейного фестиваля «Истоки». Ну, а мы вернемся сразу после рекламы.